Всем привет! С вами Puzzle English, я Оля. Одной из целей изучения английского может быть просмотр фильмов на языке оригинала. И сегодня предлагаю вам познакомиться со скороносным фильмом греческого режиссера Йоргоса Лантимоса Poor Things или Бедный несчастный с неподражаемой актрисой Эммой Стоун в роли Беллы Бакстер. Язык в этом фильме играет не менее важную роль, чем видеоряд. Он является мощным художественным инструментом, который помогает создать атмосферу, раскрыть героев и донести до зрителя идеи фильма. Кругосветка Беллы будет выглядеть как Лондон, Лиссабон, Париж и обратно Лондон. Приглашаем всех желающих на бесплатный первый урок. Вы узнаете свой уровень английского, какой курс вам лучше всего подойдет и, конечно, поговорите на английском. Да-да, вы не ослышались. Первый урок на Puzzle English – это полноценный урок, на котором вы сможете попрактиковать разговорную речь. Записывайтесь скорее и улучшайте вашу речь. Poor Things – это экранизация одноименного романа шотландского писателя Алсдера Грея с элементами ретро-футуризма, который переосмысливает сюжет Франкенштейна и частично Пигмалиона. Действие фильма начинается в сюрреалистической викторианской Англии 19 века. Сам похожий на монстра Франкенштейна, гениальный ученый Годвин Бакстер, которого играет Уильям Дефо, проводит в своем замке лаборатории эксперимент по пересадке мозга неродившегося младенца его матери Белли. Далее сюжет фильма строится вокруг того, как Белла познает мир, как развивается ее речь и координация тела, ее социальные навыки, как она сталкивается с контролем мужчин и гендерными стереотипами, и как по-новому она смотрит на вещи, казавшимися негласными правилами. Давайте разберем несколько эпизодов с фразами, где мужчины по-разному высказывают свои притязания к Белли. На первый взгляд эти фразы выглядят вежливыми, но разобравшись, мы поймем, что определенные слова и конструкции придают им оттенок превосходства и пренебрежения. Что же это за лексика и конструкции? Давайте разбираться. Белла – научный эксперимент и плод мужской фантазии. Молодой хирург Макс выдвигает предположение, которое Годвин опровергнет. Мне интересно узнать, может вы воспитываете ее, чтобы она стала вашей любовницей? Мрачная мысль, недостойная меня, я знаю. Смотрите, вопрос достаточно щекотливый. Чтобы смягчить основной посыл к предположению, Макс использует оборот. Я хотел спросить или задавался вопросом, возможно. По существу Макс просто думал об этом, но облег свои мысли в вежливую гипотезу. Да еще дал им оценку. Двигаемся дальше. Все же Белла выпорхнет из-под опеки создателя, которого она, кстати, так и называет God, сокращенно от Годвин. Макс, мастер задавать вопросы, спрашивает В данном случае для усиления вопроса частица not использована перед основным глаголом stop. Привычнее вопрос бы звучал Следующий персонаж это Дункан, который увозит героиню с ее согласия в Лиссабон и сталкивается с тем, что Белла совершенно не обучена манерам. Давайте посмотрим, как он ее отчитывает за неподобающее поведение за столом. В конце фильма неожиданно появляется муж Беллы из прошлой жизни, генерал Блессингтон, который возвращает ее к себе в замок и демонстрирует свои права на жену. Я хочу увидеть своего почти умершего Годвина. Восхитительная идея. К сожалению, моя жизнь посвящена захвату территории. Ты моя. И в этом суть. Идиома the long and the short of it используется, когда вы хотите объяснить общую ситуацию без подробностей. Что-то вроде, короче говоря. На этом и я закончу разбор. После фильма вы сможете блеснуть своими манерами, с репликами. Смотрите кино и делитесь выражениями, которые вас заинтересовали в этом фильме в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пересылайте это видео своим друзьям. Для нас это очень важно. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok